Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам, гнездам для канареек. В частности, поговорим о прошедшей выставке в Кропоткине, именно о том, что я приобрел на этой выставке. Приобрел я 4 самки, 2 желтых, 2 оранжевых. Ну, как сказать, взял самок чисто потому, что там знакомый порекомендовал. Самочек, говорит Юра, вот хорошие самки, ну, то, что не выбраковка, они у него не были еще в разведении. В общем, можно сказать, поручился за них. Передаю, кстати говоря, привет, Юра, спасибо за самок большое, самки хорошие. Сейчас все продемонстрирую, покажу, расскажу. Единственный небольшой нюанс, там маленький пальчик, один загнутый. Ну, я думаю, это ничего страшного. Ну, и так, друзья мои, перейдем к осмотру самочек. Вот такие вот 4 девочки. Немножко боятся они, конечно. Прожектор на них светит. Сейчас попробую поближе вам сделать. Вот так отлично видно, да? В общем, 2 оранжевые, 2 желтые. Оранжевые они хохлатые, а желтые просто обычные. А оранжевые чубатые, вот так, кто понимает. Сейчас попробую вот так вот сделать. Чуть подальше отодвинем. Вот успокоились они. Ну, в принципе, что, хорошие девчонки, думаю, будут нормальными родителями. Значит, их прошлый хозяин, которого я приобрел, этих самочек, объяснил мне такое, что, значит, самки уже полностью в охоте. Они у него, получается, зимние того года. Сейчас им ровно год, ну, может быть, там, 11-10 с половиной месяцев. Суть в том, что заводчикам прошлым было обнаружено, что эти самки начали нестись. Он говорит то, что яичко уже снесло. Но я ожидаю, что сегодня, завтра, возможно, продолжится кладка. Как бы канарейка по одному яйцу не несет. Ну, посмотрим. Сейчас подержу, если будут яйца. Ну, попробую их только в инкубатор положить. Потому что они у него там вместе сидели с самцами. Возможно, оподотворенные. Может, не оподотворенные, не знаю. Но, тем не менее, если будет яйцо, попробую в инкубатор положить. Может, что-то выведется. Вот сейчас хороший ракурс камера поймала. Видите, самочки, да, красивые. В общем, цвет морковный и лимонный. Такие вот четыре девчонки. Взял самок, потому что посмотрела, у меня самцов больше, чем самочек. У меня, получается, где-то около 10 самцов. И четыре, пять, шесть. Шесть самок у меня якобы было вот с этими, с новыми привезенными. А сегодня смотрю, один самец оказался. Одна самка запела, как, ну, самец. Просто раньше не обращал внимания. Так, вот такая, в общем, у меня обновка. Это я приобрел на выставке в Хропоткине. Кстати, эту переносочку, эту переносочку тоже там же приобрел. Такая небольшая переносочка. Ну, такие вот новости. Значит, друзья мои, кто заказывал гнезда, всем спасибо, что откликнулись. Все гнезда, в принципе, распродал. Вот еще заказ поступил. Делаю еще гнезда. Вот видите, это заготовка. Буду проволоку вставлять и отправлять. Вот, цена таких гнезд 250 рублей. Если у кого-то вновь появилось желание заказать, пожалуйста, заказывайте. Потому что люди взяли. Все остались довольны, все понравились. Так, смотрите, несколько слов хотел сказать об этом моем красном кеннере, который, помните, в прошлых видео я ездил в Карачао-Черкесию. Значит, сколько он уже у меня сидит? Наверное, месяц или, может, чуть меньше. Ну, скорее всего, месяц сидит. Ну, еще ни разу я не слышал, как он поет. Вот так вот делает и все. Я не знаю, как его заставить петь, потому что заводчик уверял, что он поющий. В смысле, поет. Я, конечно, понимаю, что красный кеннер это не ахти певец какой, но хотя бы одну мелодию в день можно же было порадовать. Так что пока, ребята, наблюдаю, жду, жду, когда он запоет. Очень хочется, конечно, чтобы он пел хотя бы минимум, хотя бы что-то. Просто у меня планы споровать его и получить от него птенцов и заняться плотным обучением этих птенцов, чтобы был и красный, и поющий. Ну, так как вы знаете, канарейки бывают трех видов, если я не ошибаюсь, бывают поющие, бывают цветные и декоративные. Этот относится к цветным красным. А эти уже будут, наверное, поющие, я думаю. Желтые, оранжевые, пестрые, зеленые, всякие рябы, они поющие. Будем обучать пению. Сейчас пока в переноске сидят, у меня что-то тут с клетками оказывается дефицит. Заказал клеточку. Сегодня вечером привезут мне две клетки таких, в которых можно разводить. Две клеточки. Думаю, туда самочек посажу, завтра отсниму, как они расположились, и буду за ними наблюдать. Если увижу, что кто-то... Если кто-то уже сейчас несется, надо дать время, чтобы вынеслось, потом снова, потом снова, чтобы набралось сил, и пошла на вторую кладку, и тогда уже подставить самца. Сейчас самца смысла нету им подставлять. Но я так думаю. Может, кто-то думает иначе. Пожалуйста, пишите в комментариях, как лучше поступить с этими самками, учитывая то, что одна самка, которая, скорее всего, желтая, она неслась. То есть, наблюдать, в общем, буду. И с Кеннером. Если у кого-то есть какие-то советы, хорошие, дельные, адекватные советы, то пишите в комментариях, как его спровоцировать на песню. Так, и еще хотел сказать одну такую новость. Значит, был я на выставке в Кропоткине, выставка прошла хорошая, всех было много, продавцов, покупателей, знакомых, друзей, товарищей. Увиделись, пообщались, произошел обмен опытом. Ну, конечно, не все смогли приехать, многих не было, но хотя и многие были. Значит, обнаружил я на этой выставке, там же, где брал вот эту клеточку, мастер продавал ловушки для диких птиц. И решил я приобрести себе ловушечку для ловли диких птиц. Там щеглов, зеленушек. Я раньше никогда не занимался ловлей диких птиц. А здесь ребята говорят, Юра, попробуй, хорошая тема. И попробуй, рекомендуют, короче, говоря, друзья, товарищи, рекомендуют попробовать получить гибрид. То есть, купить щегла, посадить самочки-канарейки и попробовать все-таки собственного гибрида вырастить. Сразу хочу сказать то, что гибриды, они якобы потомства не дают, но одному человеку удалось скрестить, споровать гибрида с гибридом. Так что век учись, век живи, век учись. Ну, в общем, друзья, такой обзор, такая новинка. Фу-фу-фу, чтоб не сглазить. Все тогда, друзья мои, до скорой встречи. Приедут клетки, сниму видео, покажу клетки, потом приобрету садочек, этот ловушку. Сниму видео, тоже покажу и приступим к ловле диких птиц. Будем охотиться на щеглов хороших. Кстати говоря, поскольку у меня нет опыта в разведении гибридов, щеглов, вообще ничего не знаю, вы, пожалуйста, мне пару советов добрых дайте. Я воспользуюсь. Так что, друзья мои, до скорой встречи на моем канале. Всего всем хорошего, здоровья, хорошего настроения, позитива и добра. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok,